Отсутствие материально-технической базы, отклонение от санитарных норм и острая нехватка мест. Все эти проблемы стали причинами строительства нового корпуса детско-инфекционной больницы на территории ЦГГБ на верхней террасе. Однако в социальных сетях люди начали бить тревогу. Споры в первую очередь вызвало место расположения, почему дети должны соседствовать со взрослыми на территории одного учреждения. При выборе земельного участка рассматривалось много вариантов. Это и строительство на территории самой действующей больницы, то есть на улице Бельенского и на территории Ульянской областной детской клинической больницы, на территории городской клинической больницы номер один. Но, к сожалению, в соответствующем санитарным законодательством, а здесь мы имеем ограничения, это расположение именно инфекционных зданий не ближе, чем 100 метров от жилой постройки. Получается, все это время место расположения детской инфекционной больницы противоречило закону. Теперь новый корпус на территории ЦГГБ будет единственный, а действующий на Белинского закроют. В свою очередь общественники увидели в проекте ряд несостыковок. Забор появился уже сейчас. Им огородили территорию, на которой будет вестись стройка. Подготовительные работы почти закончены, а значит, не за горами установка фундамента. Затем, как будут продвигаться работы, пациенты ковидного госпиталя могут увидеть из своих окон. А с приездом спецтехники еще и услышать. 2-го 06-го получено разрешение на земляные работы администрации Заволжского района. Все сейчас у нас со следующей недели будет приступать копать котлован. Сейчас монтируется временная дорога, тоже разрабатывается ППР по ограждению ЛЭП, так как она там попадает в зону дороги. Больница будет представлять собой пятиэтажное здание, рассчитанное на 100 коек и общую площадью в 17 тысяч квадратных метров. Чтобы объект таких масштабов уместился, пришлось пожертвовать не одной сотней деревьев. Сейчас здесь срублено около 500 деревьев. Однако по завершению строительных работ ущерб будет компенсирован в пропорции 1 к 10. На одно срубленное дерево высадят 10 новых. По проекту планируется высадить 5 тысяч деревьев. Среди них ели, туи и лиственницы. А если на территории учреждения места будет недостаточно, растительность распределят по всему новому городу. Сама больница будет оснащена современным оборудованием. С его учетом общая стоимость проекта составит более 2 миллиардов рублей. По плану учреждения начнет работу в 2023 году.